Привет ребятушки! Ну это у нас обычный ежедневный влог со всякой бытовухой. Сейчас поедем в онлайн трейд, но не за покупками, а чтобы получить деньги за вот такие SSD-шники. Помните я их показывал тысячу лет назад? Я их купил три штуки. Это в данном случае на 500 гигов, еще был терабайтник и двухтерабайтник. По приезде с Пукета я заехал и решил их сдать, потому что они постоянно отваливались от компов. Катюха жаловалась. Пока смонтируешь влог, охереешь. Я все помню. И мне в общем за них деньги вернут. Почему у тебя мышка сама по себе передвигается? Мне хотели просто вернуть точно такие же на замену. Я говорю, да нафиг они мне нужны, я уже новый купил. А я разговариваю с ведущей. Точнее я разговаривала сейчас. И когда сядем в машину продолжим разговаривать, обсуждать всякие моментики. Ну так вот. Бытовуха. А если вдруг спрашивать будете, нафига тебе вот этот третий, я его не успел сдать. Потому что там прошел гарантийный срок. Держу, держу. Все, успела. Слушай, меня уже так заебывает вот эта погода. Снова сейчас в окно посмотрел, дороги мокрые. С утра, блин, захожу в комнату, вообще дубильник просто. Такая женщина. Скажи мне, женщин. Когда будет нормальная погода? У нас, блядь, через 4 дня все уже торжество, блядь, регистрация. И там вообще ничего такого радужного. Ладно, пускай будет уже не так тепло. Я потерплю вот это платьишки коротенькое. Ничего страшного. Переживу. Главное, чтобы дождя не было. Я не хочу, чтобы мне прическа вся осела, как крыса буду такая. А ты тоже будешь накручиваться? Конечно. Я хочу прямые. Нет. Мне нужны прямые. Но будут не такие. У меня не будет у таких мелких учряжек. Будет другая прическа. Я хочу прямые. Я уже сказала все. Смотри. Как жених сказал, так и будет. Поняла, женщина? А то? А то я скажу нет. И все. Кстати, помнишь прикол мы с тобой видели? Когда чувак прикольнулся, такой нет сказал на регистрации. И ведущая такая говорит, ну я тогда вынуждена вам отказать. Идите в жопу. У нас машина там стоит. И жених такой, что серьезно? Она закрывает папку и уходит. Она не имеет права продолжать регистрацию и их расписывать, если кто-то говорит нет. Поэтому вот эта вот шутка, это нифига не должна быть вообще. Я думал, это просто прикол. Ты когда показала мне видосы, я охренел. Она реально просто такая. Обычно еще... Подавайте заявку заново. Да, заново уже на следующую какую-то дату нужно выбирать. И обычно, когда говорят нет, она может еще раз переспросить, вы уверены? И если он второй раз ответит нет или третий раз ответит нет. Ну там жесткая тетя была. Тогда она берет и разрывает. Она не имеет права сохранить. А прикинь, она выпрековалась, ты такой нет. Она такая пи***я ответит. По факту. Сегодня 24 июля. Пятнашечка, хорошо, красота. Два дурака, на, держи петель. Я уже не знаю, у меня уже истерическая улыбка вот эта, понимаешь? Типа, 15, круто. На самом деле я ненавижу такую погоду. Особенно в конце июля. Ну че, каких мы богаты. Вернули деньги. 20 тысяч за один. Нали ко мне расплачивался. И еще 9 тысяч на карту. Тридцатка, мне неохота было с ней расставаться. Правда долго все это длилось. В мае я считаю сдал. Сейчас уже август практически. Считай пиротехнику ты оплатил. Да. На наши свадьбы. Ну можно и так сказать. Ну да, я их кину к нам туда в копилочку для Нала и все. Да. Так, а теперь Авито. Надо микрофон той забрать. Помнишь? Ура! Ура! Будешь петь и стрим. На гитарке играть. Надо, кстати, стрим, стрим надо провести. Да. Вот этот чувак вообще неудачный, конечно, стал. Капец, у меня сейчас все подрядчики пишут. Просто все одновременно. Потому что уже скоро свадьба. И мне сейчас... Самая движуха, да? Да, самая движуха, мне столько всего нужно решать. Сегодня очень долго с ведущей полтали. Ну слушай, это же интересные хлопоты, нет? Ну да, интересные. Срома. Я сегодня очень много историй рассказала. И теперь у нее есть... Фактура, по сути. Да, у нее есть теперь, как это сказать, база, на которую она может опираться и рассказывать наши истории интересненько как-нибудь преподносить. Ну, стало очень интересно. Незаурядно, да? Ну конечно. А как у нас не скучно в отношении, да? Да вообще. Бывают всякие взлеты, падения. Да. Такие амплитуды, да, скажи? Качели. Качели. Да ладно, нет, на самом деле у нас все стабильненько в плане отношений, все классно. Но жизнь интересная. Мне нравится. Ну это ж лучше, чем... Если бы я был такой амебой, а так я могу и поворчать, и всякое разное, да? Ой, поменьше этого, пожалуйста. Поменьше вредничай. Очень-то хорошо. Все? Зато секс какой отличный у нас. Секс. Секс. Ты как старпер. Секс. Да я специально так скажу. Да я знаю, что ты специально. Нет, блин, ты всегда так говоришь, да? Серджо, пиза. 41 минуту ехать. Вообще отлично. Все, я выключаю. Кать, микрофончик приехал. Коробки из-подобуви. Коробки из-подобуви, да. Что за бренд? Вот, картинку видно. Ботиночки мужские. 36 размерчик. Да? Да, 36. Может, ребенка? Это мой. У меня 36. Да, вот как раз тебе еще кроссовки и приедут. Мужские. Написано, осторожно, фрукка. И то радует. Бумажки. А, ну вот. Микрофон! Микрофон. Ну, смотришь, сколько у нас пакетов под мусор появляется. Думаю, такой большой вообще. Прикольно. Дом подключен, проверим. А просто что проверять, какой смысл? В айфон я его не воткнул. Вот. Так что будешь на стримчиках песни петь. Под гитарку. Под гитарку. И все выключения хорошо слышите. Ну да, он должен еще лучше вообще работать. А тут я себе как раз заберу. Тут Катька монтировала видос, еще не выпустила. И как раз озвучкой занималась с тем микрофоном, который основной на стриме. Это HyperX Quadcast S, по-моему, называется. Ну, тоже было очень прикольно. И вообще на стримах тоже, вот когда я все настроил, люди писали, что все четко. А это еще пизжи. Класс. Мотор. Друзья, мы дома. Зашли еще в пятерочку. Мне так нравится в последнее время покупать теплый хлеб. Катя тоже поднадгрызла немножечко. Подароль. А так вкуснее, скажи. Да. Ты говорила, в детстве у тебя была история, то, что ты с мамой ходила и откусывала хлеб. У меня то же самое было. Это был самый прекрасный продукт. Она меня из садика забирала. Мы покупали теплый хлеб, и пока доходили до дома, я половину уже съедала. Тут у меня, ну, короче, зарядка. Ничего интересного. Это я не пятерочки взял, а там же в авито. Чудо-йогурт мой любимый. Земляника. Который ты мне, кстати, советовала. Это телефон мой. Мы его не купили. Это мой Айкос. Два мороженых. Ребят, очень нравится. Если что, покупайте самый вкусный пломбир. Ну, по крайней мере, вот на мой вкус. Вологорский. На мой тоже вкусненький. Очень, очень вкусно. Там прям чувствуются сливки и такой классный состав. Ну, и два блока стиков. Очень прикольно. То, что сейчас стали продавать их прям блоками. Не надо раскрывать, как раньше ждать. То есть, 40 раз раньше пикали. Чтобы вот два блока купили. Мне это дико бесило. Там каждую пачку по два раза пикали. Поэтому, блин, я покупал в онлайн трейде или в официальном магазине. Потому что вот и все. Такой у нас небольшой блок. Все? Спасибо. Пожалуйста. Ребятки, мы когда его купили, я думал, это будет бесполезной игрушкой. Но в итоге пользуемся мы практически каждый день. Поэтому рекомендую всем, у кого есть возможность, взять робот-пылесос. Но лучше приобрести модель какую-то помощнее, поинтереснее. Потому что гешманские очень быстро сходятся. Их не хватает на всю квартиру. Там еще есть куча проблем. Но можете сами на ФОППДА посмотреть на форуме, что люди пишут. Вот у нас роборок С6, по-моему. Или В6. Ну, очень классный, хороший. Мы его покупали, ну, практически за 40 тысяч рублей. Мы вот пользуемся уже сколько? Год. Там и влажная уборка, и сухая есть. Хотя изначально я немного скептично смотрел. Ну, может быть, иногда как-то будем запускать, и он нам будет помогать. А так, по факту, постоянно работает. И по батарейке тут все классно. Потому что это суббренд Xiaomi. Ее можно на Алике найти, заменить, если что. Поэтому с запчастями вообще никаких проблем нет. И по поводу зарядочки. Сейчас расскажу, закрою дверь, потому что пылесос шумит. Так вот, смотрите, это у нас X-Star. Не помню, как моделька называется. Вот, если что, сделайте скриншот. Потому что я сам через камеру нифига не вижу. Зачем я его взял? Ну, смотрите, у меня есть внешний блок Xiaomi. Он классный. Через какое-то время он начнет портиться. И что мне придется сделать? Просто его выкинуть. Потому что заменить там элементы питания не получится. Вот эту штучку я взял, она удобно чем? Тут стоят аккумуляторы 21700. Даже если они заговнякаются, я их легко могу заменить. И тут у меня получается десяточка. При этом она достаточно легкая. Тут есть возможность заряжать сразу два девайса. Есть Power Delivery 3.0. Только через Type-C, через обычную USB-шку, по-моему, 2.0. Вот эта штучка специально сделана для того, чтобы удобно вытаскивать аккумуляторы. Просто ее не затащил. Сейчас стоит одна батарейка. Но чуть попозже приедет еще из доставки. И вот тут получится десятка. Потому что одна она на 5000. Ну и по свадебным делам. Сегодня у нас вторник. В пятницу уже будет роспись. И только сейчас я взял свои штаны, белые форсы и сходил в ателье. Для того, чтобы мне пошили длину. Потому что они немножко длинные. Мне надо было так, чтобы чуть-чуть торчало носочек. И классно смотрелось с форсами. Они будут готовы уже завтра. По стоимости всего 400 рублей. Это отлично. Когда сдавал штаны, девушка посмеялась и спросила. А вы с собой сменку взяли? Я надеюсь. Я говорю, да, конечно. Потому что периодически приходят мужчины. И говорят о том, что я вам штаны сдаю. Вы их сейчас подрежьте. А я пока в примерочной трусишке посижу. Она говорит, это никуда не годится. Вот так похихикали. Катюшка у меня сейчас едет домой. Она забрала свои платья. Я их, естественно, не буду смотреть и видеть до момента. Пока не наступит наше торжество. Я прям четко сказал. Я хочу сюрприз. Поэтому вообще ничего не знаю. Ну вот как-то так. Такие бытовые дела. У нас получился короткий влог. Я надеюсь, все равно вам понравился. Лучше так, чем выпускать через 4-5 дней. Все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Ну и не забывайте периодически заходить на канал и проверять новые видосы. Продолжение следует...